Ледниковый период в Сокольниках. Сегодня в парке залили каток. Несколько дней он будет работать в тестовом режиме. На лёд пускают пока только ограниченное число фигуристов. Ну а пробовала коньки и наш корреспондент Анна Данилова, точнее, пробовала лёд. Тут простор для любителей прокатиться с ветерком. Этот каток в столичном парке в Сокольнике открывает ледовый сезон. Ну а поскольку сегодня катается в тестовом режиме, сюда впустят только 50 счастливчиков. Причём бесплатно. Уностранение прекрасное, свежий воздух. Мы всегда посещаем парк Сокольники. Сегодня мы приехали кататься на велосипедах. Мы обнаружили, что велосипеды закрыты. И увидели каток. Мы сначала не поняли. Как кататься, малыш? Он так начинающий. У него много желаний, но мало техники. Среди катающихся сегодня есть и те, кем можно любоваться и по-хорошему позавидовать. Они тоже пришли опробовать лёд. Правда, угнаться и взять интервью таких конькобекцев не так-то просто. Уж очень быстро они катаются. На любом льду можно учиться кататься, независимо, сколько вам лет. И главное, чтобы было желание просто и всё. Посетителей здесь ещё пока немного. В то, что каток может в октябре под открытым небом работать, многие ещё, наверное, не представляют. Но о том, что сегодня осенью на дворе говорят вот эти жёлтые листья. Их, кстати, по возможности стараются убирать специальные машины. Лёд называется всепогодным. Плюсовая температура на улице ему совсем не помеха. Он может выдержать до плюс 12 градусов. Ну а поскольку сейчас 6 градусов тепла, ситуация вполне для него штатная. Поле под катком состоит из холодильных установок. Они и морозят лёд. Это очень сложная система. Принцип, если кратким, то принцип холодильника. Вот, под нами находится система трубок большого и маленького диаметра, по которым циркулирует холодоген. Холодоген называется тиленгликоль и фреон. Поле катка заливали этой ночью горячей 80-градусной водой. Сейчас толщина льда 3 сантиметра. В норме лёд должен быть 7 сантиметров. Впереди ещё несколько ночей заморозки, чтобы покрытие было крепким и прочным. Гладкой поверхности добиваются с помощью специальных машин. Каток в парке Сокольники открылся в декабре прошлого года. Катались на нём до середины апреля. В будущем планируют сделать навес. И тогда коньки не снимать можно будет хоть до конца весны. Сейчас здесь всё подготовлено к новому ледовому сезону. Закупили 800 пар коньков. Прокат очень пользуется популярностью у населения. Люди активно катаются. Коньки активно тупятся. Идёт постоянный мониторинг коньков. Но полная заточка где-то через 3 недели идёт. Выборочная идёт постоянно, а полная через 3 недели. Ровно через неделю, в следующую субботу, пройдёт торжественная церемония открытия катка. Ледовое шоу покажут олимпийские чемпионы мира по фигурному катанию. Устроят и диджея вечеринку. Так что здесь можно будет потанцевать. Главное не упасть. Анна Данилова, Александр Кнышев и Константин Беляев. Москва, 24.